Джентльмены, Антонио с вами. Итак, сегодня я расскажу об 11 ошибках, которые мы допускаем, когда чистим наши зубы. Да, кто-то из вас уже чистит зубы 40, 50 лет, или даже больше. И вы скажете, Антонио, у меня никогда не было никаких проблем. Или, Антонио, я делаю это всю жизнь, не думаю, что есть какие-либо ошибки. Я сомневаюсь, что есть хоть один человек, который смотрит это видео и не делал ни одной из этих 11 ошибок. Я даже думаю, что большинство из вас делают эти ошибки постоянно. О чем-то вы уже знаете, но я уверен, что о некоторых ошибках вы даже не слышали. Я говорил со своим донтистом и делал исследования, и обнаружил очень интересные факты. Так что давайте посмотрим на эти 11 ошибок, которые делает большинство людей по всему миру, относительно заботы о своих зубах. Номер 1. Люди используют свою зубную щетку дольше, чем положено. Жизнь зубной щетки состоит из того, что мы ей пользуемся 2 раза в день, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц. После 200 использований вам лучше начать присматривать новую щетку. Почему? Щетина, если посмотреть на старую щетку, то видно, как щетина расходится во все стороны. Из-за этого она не чистит между зубами. Поэтому менять щетку лучше каждые 3 месяца. Ошибка номер 2. Вы чистите ваши зубы слишком быстро. Я начал пользоваться новой электрической зубной щеткой TauClean. Их система очистки очень крутая. Что мне нравится больше всего в ней, так это таймер. Я никогда раньше не использовал таймер. И когда попробовал чистить зубы 2 минуты, то заметил, что это гораздо дольше, чем я ожидал. Это означает, что я не чистил зубы достаточно долго. 2 минуты это то время, когда флорид начинает вступать в реакцию и очищает зубы. И это рекомендованное время. 2 минуты. Я думаю, каждый из нас чистит зубы менее 1 минуты. Мы просто проходимся по зубам и считаем, что все сделано. 2 минуты это то, к чему надо стремиться. Поэтому я рекомендую электрические щетки. У них есть ряд плюсов, но таймер это стоящее. Вы можете использовать часы или телефон. Но однозначно попробуйте чистить зубы по 2 минуты. Ошибка под номером 3. Вы ополаскиваете свои зубы водой. Я знаю, что так делают абсолютно все. Впрочем, я и сам так делал. Но вы должны понимать, что при этом вы смываете большую часть флорида. А надо как раз наоборот. Поэтому необходимо использовать ополаскиватель для рта. Смыть пену и при этом сохранить эффект от чистки зубов. Но не используйте воду, чтобы омыть рот. Просто сплюньте пасту и используйте ополаскиватель. Ошибка 4. Хранить зубную щетку в ванной комнате. Это ошибка, которую я уверен, мы все делаем. И мы допускаем ее, потому что так удобно. Исследования показали, что больше половины зубных щеток, которые они протестировали, содержали частицы фекалий. Да, ребята, в прямом смысле, дерьмо есть на щетках. И больше, чем у половины из нас это так. Я понятия не имею, как оно туда попадает, но оно там есть. Этот факт меня просто шокировал. В дополнение, когда мы храним щетку в ванной, то она не успевает высыхать, даже если ее класть в чехол. Снова, вернусь к этой щетке Тау Клин. У нее есть крутая система очистки. Если вы не хотите покупать электрощетку, то лучший способ – это положить ее рядом с собой на полочку возле кровати. Главное – не оставляйте ее в ванной. Это, возможно, будет самое большое изменение привычки для большинства из нас. Или, может, будет проще взять себе щетку, которая имеет систему очистки. Ошибка номер пять. Уверен, вы слышали об этом раньше. Это не использовать зубную нить. Самое сложное в этом – это развить в себе привычку чистить зубы нитью. Чтобы развить в себе привычку, достаточно просто попробовать почистить один зуб. Если ты уже начал, то, скорее всего, почистишь и все остальные. Самое сложное в этом – это начать чистить. Я очищу зубы нитью вечером. И когда делаю это, то стараюсь себя вознаградить потом за это. Еще я пользуюсь такими одноразовыми палочками для чистки зубов. Они мне больше нравятся, чем нить. Может, это будет немного дороже, чем нить. Но мне так намного проще. Это занимает совсем немного времени. Я почистил зубы и – бам! Все готово. Пункт номер шесть. Мы не чистим наш язык. Купите себе чистилку для языка. Если не хотите, то посмотрите щетку, у которой с обратной стороны есть ребристая часть для чистки языка. Если нет такой опции, то просто в конце чистки зубов почистите язык простой щеткой. Это очень важно делать каждый раз, когда вы чистите зубы. Ошибка под номером семь. Использование зубной щетки с очень жесткой щетиной. Выбирайте мягкую или экстра мягкую. Основная функция щетки – это избавиться от еды, которая могла застрять между зубами, а не отполировать вашу эмаль до белизны. А когда мы используем твердую щетину, то все, что мы делаем – это повреждаем наши десны. И это приводит нас к пункту номер восемь. О том, как следует чистить зубы. Правильно. Водить щеткой по кругу. Не водите вперед-назад. Это ведет нас к ошибке. Номер девять. Не чистить зубы под углом 45 градусов. Это почему? Новые щетки сейчас делаются с щетиной под наклоном. Потому что большинство из нас чистят зубы прямо. И вот, например, моя простая щетка. И когда я чищу зубы, то чищу их под углом в 45 градусов. Ошибка номер десять. Ее допускают и женщины, и мужчины. Мы всегда чистим зубы одинаково, не меняя последовательности от того, что мы ленимся. К этому надо подойти осознанно. Думать о том, как мы двигаем щеткой. А мы не любим усложнять. Это еще одно преимущество электрической щетки. Потому что ее надо просто вести, а она буквально делает всю остальную работу. Но, пользуясь такой щеткой, мы можем разучиться тщательно чистить зубы обыкновенной щеткой. И последний пункт, господа. Не имеет никакого смысла чистить зубы чаще, чем два раза в день. Некоторые люди чистят зубы и по три, и по четыре раза. Я разговаривал с донтистом. Она сказала, что не следует усердствовать с чисткой зубов, даже если использовать сверхмягкую щетину. Это может привести к повреждениям. А этого точно никто не хочет. Последняя, бонусная ошибка. Люди не ждут 30 минут после еды, перед тем, как почистить зубы. Это необходимо делать для того, чтобы кислотно-щелочной баланс нормализовался, и слюноотделение прекратилось. В слюне много кислот. И это может негативно отразиться на зубах, если чистить зубы сразу после еды. На этом все, ребята. Отпишитесь в комментариях, что вы думаете. Я думаю, что вы допускали как минимум одну из этих ошибок. Самое шокирующее для меня было про частицы фекалий на щетке. И знаете, когда я получил эту щетку, я подумал сперва, кому в мире нужна эта очистительная система? А когда узнал про эти исследования, о том, что находятся на наших щетках, я понял, что лучше начать пользоваться этой очисткой. И это реальная проблема, если у вас общая ванная комната. У меня четыре ребенка и жена. Мы все пользуемся одной ванной. Если у вас много людей, то шансы очень велики. Итак, берегите себя. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И если вы хотите узнать больше про уход за собой, стрижки и мужской стиль, заходите на сайт Real Men Real Style. Там есть тонны информации. Берегите себя. И увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова